так но сейчас я вам покажу как делается вот такая вот красивая трава кемофеевка да это вот понимаете как кормовая травка была в свое время так шоффро коко шоффро коко значит я беру вывожу нитку нитное на лицо и беру как можно больше ну как бы вот изображают травичку и начинаю делать на вивы на иглу раз два четыре пять я буду придерживать иначе будет очень неудобно то есть вот сейчас я делаю на вивы чем больше на вивов но опять-таки количество на вивов зависит от размера выбранного нами вот именно за травки есть понятное дело что стежки сжимаются но если я возьму больше чем следует здесь да то получится молю да чем вот это расстояние вот я сейчас взяла буквально 12 миллиметров так но если я сделаю большую большее количество на вивов то у меня станет петлей мне этого не нужно делать поэтому я считаю что вот настоящий момент это уже чисто из практики достаточно 15 вот этих вот на вивов и сейчас я буду слова да буду сейчас протягивать придерживая на придерживая на вивы да ну вот не совсем удобная игла она расширяется к основанию но благодаря вот этой волшебной ниточки и швам мы сейчас все это распределим по нити и сделаем это довольно ровно просто подтягиваем ниточку да подтягиваем ниточку да но вот сейчас из-за того что такая вот игла не совсем удобно здесь вот у меня видите немножечко так но опять-таки выиграли нормально все сейчас она все расправится да а то есть ничего страшного если даже нет у нас иголка неподходящая нет ну лучше брать конечно иглу ровную ровную по всей длине вот сейчас у меня немножечко получилось уплотнение к основанию но это тоже не страшно потому что да и можно теперь уже брать и делать стебель этой травки одним движением двумя двумя движениями новые разновидность травки значит готова делаем стежок делаем стежок валя имеет значение мы вот стежок снизу вот мы вывели если мы сделаем стежок немножко иначе а если мы вверх сделаем нить ляжет и будет дополнительно лежать нить с лицевой стороны это некрасиво это неправильно стежок грамотно грамотно да нам нужно иглу у нас нить должна быть в том месте где мы начинаем делать навив а иначе поет протяжка а это ни к чему поэтому мы делаем нить раз два три 4 5 6 7 8 9 10 достаточно да и чтобы не было сложно нам снимать нить протягивать через углу я немножко делаю свободненько покрутить надо немножко я сейчас покажу ведь я придерживаю рукой да вот так вот придерживаю рукой и потом подтягиваю все у меня ниточка легла как надо в том направлении в котором да 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 причем если несколько несколько травок таких рядышком вышивать их же можно наклонить еще под разным как они от ветра колышется здорово сделать разные высоты как разной высоты и допустим и опять-таки можно взять узкую ленту и сделать листья у этого растения как здорово что мы сейчас здесь листья мы по-другому делаем здесь уже снизу выводим ленточку да и прокалываем ее наверху то есть мы делаем длинный длинный ленточный стежок собственно говоря это без разницы а вот ну просто так вот у меня получилось можно сделать вот стебель между стеблями провести траву проколоть здесь какое чудо это узкая ленточка она так украшает да это очень украшает вышивку и создает дополнительный такой элемент букете или просто вот я сейчас видите опять прокручу ленту просто почти по часовой стрелке подкручиваю и прокалываю прокалываем чтобы эти повороты закрепить можно сделать вообще иначе можно сделать вот такие вот листики у травы вот я сейчас уведу наизнанку подтяну выведу буквально вот здесь вот рядышком и опять-таки перекрутив немножко лепест лист ленту вернее делаю вот такой вот шаг у меня получается лист и загнулся и вот так вот лежит видно да здорово получается не все прямые листья вверх потому что природе тоже так не бывает иногда лист ломается ветром или еще что-то и мы это можем показать вот и все очень и очень просто и очень здорово главное вот чтобы это коленочка не было с пропуском чтобы очень близко 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 да буквально через одну нить если мы рядом в это же отверстие выведем она выпадет выскочит а если через одну ниточку но не бросается глаза благодаря тому что не ленточка все-таки широкая и тогда все получается так как надо здорово совершенно замечательно а вот валюша вот на этой вот я так понимаю что это образец как как образец того такая миниатюра с травками ну собственно говоря нашивала как бы травки а получилось такая картинка получилась я хочу сказать как на настоящей картине у настоящего мастера здесь есть передний и задний план вот обратите внимание вот это чудесное фиолетовое растение она на заднем плане на нем прям вот буквально на нем еще раз к ленточкой вышли еще два растения да и получается глубина работы создается благодаря этому и заметьте я обожаю вали я тебя обожаю смотрите вот маленькое растение узенькой ленточкой я вот на вскидку увижу здесь три оттенка но это лента ручного окрашивания батик это я красила сама до красками и специально делала темные светлые такие участки причем это окрашена не в не на отдельном каком-то участке такой такой а это по всей длине лента окрашивается в разный цвет и тогда при вышивке получается вот такой вот эффект потому что листва где-то перевернулась она уже более светлого тона где-то солнце упало там или в тени или еще что то то есть вот такой вот эффект спасибо огромное в двух словах целый мастер-класс ленты окрашенные вручную блики света на букете воль а мне еще очень нравится вот это вот невесомое такое очень растение это растение изображает как бы дальний план она немножко служит фоном предыдущему вот ряду растений поэтому вышивается здесь легко берем просто-напросто делаем длинные стежки которые имитируют у нас как бы стебель до растения а потом начинаем рисовать крону крону мы делаем обычным французским узелком только мы не затягиваем его а делаем более свободным и тогда получается такая вот крона для того чтобы до крона играла мы опять-таки добавляем разные нитки нити разного цвета и можно даже делать нити разной толщины и тогда получается такой ответ мало более того я делаю здесь не только французский узелок но еще такой петля в прикреп или называть еще в литературе ленивая эльза да или шов маргаритка его называют или его называют потому кусочек тамбурного шва я сказал тамбурного шва так замечательно но мне хочется чтобы вот всю эту картину мы сейчас воспроизвели я конечно же понимаю что это мало реально валюш вот это то о чем мы сейчас говорили да вот здесь вот эти вот шов шов петля вот таким образом сделано можно вот хотя бы чуть-чуть можно кусочек веточки просто я однажды вышивала картину взяла за основу картину елены тюриной и вот там разные растения они там в тумане все прочее поэтому я взяла просто подобрала нитки и стала вышивать и вот у меня как раз вот этой вот этим швом ленивая эльза да или шов прикреп вышито это растение я сейчас вам покажу как это делается напоминает она если все помнят есть такое растение которым называем конский щавель да ну вот по по своим по своему строению вот я так и подумала что это вот наверное она и есть в этом начала вышивать вот так ну для того чтобы она у нас была где-то здесь рядом начнем делать вот таким образом тоже сверху да да ну вот я так вышиваю я делаю все время сверху давали уж начинаешь мы практически здорово ну наверное мне так легче поэтому я так делаю может быть так и удобнее ну это кому как кто-то может так делать для того чтобы это растение это соцветие было более густым я не ухожу далеко как вот здесь мы делали до стежки а я просто повторяю эти стежки близко один к другому как бы накладывая их один на другой и в то же время они будут видны отдельно немножечко то есть вот таким вот образом их делаем сейчас у нас нить на весу но это ничего страшного так вот берем обязательно закрепляем петельку каждый да обязательно закрепляем петельку иначе она просто утратит свою форму тем более что нить шелково она такая скользит немножко и для этого нам нужно очень аккуратно работать с ниткой валю сейчас вот один еще секрет хочу у тебя выведать вот я пробовала вышивать вот такими нитками они так путаются как этого избежать ну во первых мы не никогда я никогда не беру слишком длинную нить да вот сейчас у меня нет к ну порядка какие-то может быть 40 сантиметров но 45 так вот мы бы сейчас я не знаю не могу сказать но по крайней мере нет не надо брать слишком длинную и в этом да и когда вышиваем стараемся придерживать я стараюсь придерживать нить чтобы она как можно меньше крутилась потому что это шелк искусственный и он имеет вот такое вот свойство вот и поэтому сейчас я просто вот нашиваю да ведь я помогаю себе руками этих ниток только из-за того что нет нитки красивые они дополняют вышивку очень хорошо но просто надо немножко стараться ими работать так вот аккуратненько поддерживать рукой во время вышивки и швы накладываем так вот близко один другому тоже рисуем растения опять-таки для того чтобы вышить эту вещь хорошо посмотреть картинку или живой растение или фотографию и понимать что мы не копируем это растение а только как бы имитируем это растение эту травку на свое на своей выше своей вышивке и тогда все будет нормально замечательно а я вот еще думаю себе если найти в продаже нить секционного крашения чтобы она была допустим вот фиолетовой с переливами будет еще красиво есть такие такие нити это тоже нити тулип называется они продаются раз различные окраски они бывают как однотонного крашения так и секционного да и тогда получается переливы светлого с темным вот но опять-таки не всегда надо подбирать немножечко бывает так что начинаешь вышивать да потом отрезаю нить переворачиваю втягивают заново и мне нужен светлый кусочек потому что протяженность все вот этой секции темного цвета да или светлого она не всегда совпадает с тем что я хочу сделать и я тогда меняю нити туда-сюда получается все нормально и вообще разрезаю когда у меня большой клубок ну да это участком светлого или темного цвета мы же приспосабливаемся поэтому не всегда получается что взял нить и шьешь от начала до конца вот такие вот маленькие нюансы случается в вышивке вот поэтому это все естественный процесс вышивальный ой здорово таким вот образом вышиваем и опять-таки можно нарисовать себе если вот сложно вышивать так вот как я вышиваю да можно взять и вот так вот нарисовать растение просто вот схематично так вот раз а это будет какой я вот теперь растерялась я сделала более крупным планом но если я возьму и вышли толстой нитью то мы вот где-то получим или такое вот растение это здесь я крупным сделала специально чтобы было понятно что я вышиваю да но контур это контур все это будет вышиваться петельным швом это то что вот здесь вот вышита сейчас и то что я вышивала да это я вот сделала более крупную схему вышивки этого растения а внутри него вот будут будут такие маленькие петельные швы и причем эти петельки кое-где будут накладываться друг на друга обязательно нажать рядом обязательно более того здесь вышита одним цветом а мы можем добавить другой цвет мы можем взять темно-зеленую нить и по этой фиолетовой нити немножечко выше то есть получается что у нас не не везде растение такое одного цвета а немножечко то она еще зеленеет и поэтому добавляем другой цвет у него пом как правило вот на обратной стороне листиков есть это зелень да поэтому можно вот варьировать ту и другую нить мне больше понравилось как легко и непринужденно поле картинку нарисовала очень здорово получилось я же рисовать не умеют ну мы все такие вот поэтому я так вот схематично делаю а иногда просто вот проведешь вот так вот линия допустим да и начинаешь ее вот украшать стежками и получается потом растение валюша вот смотри вот эта метелка вот это растение вот если присмотреться она вышита не только нитками обратите внимание здесь еще тонкая тонкая лента не вот длинные листики как вот и сейчас нам показывала а вот сама вот в структуре просто растение ну у у сама у самой полыни ветки не для вернее листва же не длинная и мы тоже вышиваем такими петельными швами шов прикреп да а рядом для того чтобы украсить это растение я делаю ленточка в два миллиметра короткие стежки имитации липец листиков полыни и тогда у нас получится более объемная веточка более богато смотрится и украшает растение здорово вышивку здорово просто здорово у меня нет слов здорово мне вообще нравится комбинировать различные материалы нити с лентами добавлять вот допустим если пряжа подходит хорошим можно пряжу какую-то бывает ленточная бывает вот пушистая главное не переборщить во всем этом вот смотри у меня такой вопрос личного характера хочу подарок у нас такая между между не знаю как назвать программу получилось с разных концов страны ты с дальнего востока я из самары встретились мы в москве вот я живу в самаре у нас там очень много ковыльных степей такая интересная травка ковыль вот наверное шерсть для ковыля подойдет для пушистости вот этой или шерсть слишком тяжело ну я использую нитки реолис так вот у меня есть одна работа и и уже вернее нет но я вышивала ее вот нитки реолис и нитки лана фирмы лана они немножко как бы широтокие шерстью а вот и когда я вышиваю делаю свободные швы то есть вот допустим я просто беру нить закрепляю ее для того чтобы она осталась у меня на лицевой стороне маленькую петельку делаю такую маленькую петельку закрепляю и отрезаю так интересно нашиваю таких нитей ни одну не две побольше и и здесь вот можно брать и вышивать их не только такие такого цвета можно разного причем все это делается рядом близко ну да чтобы получилась густая травка чтобы получилась густая травка мы нашиваем таких травок много ну я сейчас слишком много нашивать не буду ну и потом берем такую щеточку обычно женщины красят ресницы можно зубную щетку и начинаем расчесывать но из-за того что у меня сейчас в руках такой щеточки нет я просто покажу вам вот таким вот образом даже на шелке мне кажется сейчас 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 шелк пушится легко я его просто руками немножко так вот распущу делается это против часовой стрелки поскольку она замутан по часовой а мы его распушим немножечко а еще лучше всего это получается конечно щеточкой да и когда травки вот эти распушили они получаются такими вот как ковыльками это передний план и это очень объемно это так здорово это можно иголочкой взять вот так вот за типа пушить немножко ну то есть до эффект вот этого вот и пушка да получается такие пушистые травки но эти травки можно еще и украсить так можно взять кусочек шелковой ленточки так и сделать маленький такой листик этот листик крепится к травкам клеем обычным вот то о чем говорит валентина вот это волшебная травка вот смотрите вот книточки приклеены микроскопические кусочки шелковой ленты и вот что у нас получилось совершенно замечательно объемная деталь объемная деталь выдающиеся вперед вот если приподнять чуть-чуть то просто колышется ветром валюша какой клей ты используешь ну в этом случае использую простой при обычный вот карандаш клещ для клещ и карандаш хорошего качества просто клещ и карандаш клещ и карандаш это работа куда шелк натуральный очень удобно клеится легко замечательно ну мы сегодня с вами узнали столько секретов наконец сбылась мечта многих-многих валюны травки и валю в студии валюш спасибо огромное но пролетев 9 тысяч километров одним уроком ты не отделаешься я тебе хочу сказать так что через неделю дорогие мои нас ждет еще одна встреча с валентиной николой нашей гости из очень дальнего востока который неожиданно оказался близко к нам до свидания встретимся через неделю и что-нибудь попросим новое очень интересное показать нам в следующий раз до свидания до следующей встречи то есть ты согласна яда ура встретимся а